Приветствую вас на первом циничном канале с расстрельного полигона Дубовка или Дубовка. Это недалеко от Воронежа. Сейчас это административно относится к Воронежу. До недавних пор Воронежская область. Еле нашли этот полигон. Сейчас несколько слов о полигоне. С чего хотел бы начать. Огромное спасибо комраду или даже нескольким комрадам, которые указали это место. Я недавно в сообществе канала написал, что указывайте места. Может быть где-то я не знаю. Может быть где-то это будет очень далеко от Москвы. Указывайте места, где были расстрельные полигоны. Скажем так, интересные места непопулярных страниц российской истории. Так вот, кто-то указал Воронежская область или Воронеж даже. 10-12 тысяч погребено, расстрельное и погребено. Я удивился. Я думаю, 10-12 тысяч. Я как бы подобные места в радиусе тысячи километров от Москвы в общем-то знаю. Здесь не знал. Да, начал смотреть. Да, действительно так. И поэтому да, спасибо, что написали. Ну и первое, что бросается в глаза, это очень сильная засекреченность места. Вот сюда мы шли. Если бы мы не поймали местного жителя, просто не спросили бы, он бы нас не довел до суда. Не найти. Вот реально 200% мы бы не нашли. Ни указателей, ничего. То есть место, в общем-то, ну не то, чтобы секретиться, пройти можно. Но если вы без проводника, вы не найдете это место. Поэтому, ну что тут сказать. Власть в России преемственна. И, наверное, нынешняя власть почему-то не хочет, чтобы такие места становились достоянием гласности. Само место тоже было очень интересно найдено в 89-м году. Чисто случайно. Вот сейчас шли как раз с местным жителем. Он рассказал как. Некто ребенком играл здесь, вот где-то в лесах, и видел, что сюда привозят людей, расстреливают. Но молчал об этом. Всю жизнь молчал. И вот только в 89-м году уже взрослый человек, тот вот мальчик, который в 37-м году подсмотрел расстрелы, рассказал информацию. Сюда приехали поисковики и подняли огромное количество, нашли братских могил. Вот здесь, давайте сейчас пройдемся, посмотрим. Ну вот буквально памятничек. Здесь покоится праг 76 человек. 2015 год. Вот крест стоит и так далее. То есть в общей сложности здесь по лесу разбросано, ну, примерно 10-12 тысяч человек расстреляно. Да, очень, конечно, показательно, что, видимо, во всей России власть преемственная, а в Воронежской области особенно преемственная, что это место скрывается. То есть нечисть, как говорится, чувствуется кругом, во-первых, исходя из того, что сюда не попасть, не зная четко места. Дальше, смотрите, вот идут, вон там захоронения, это братские захоронения все. Захоронение, гранитный памятник. Захоронение, гранитный памятник. Венчает захоронение крест. Вон там креста нету, крест выдернули. То есть, понимаете, нечисть, она от тех, кто принимает решение, чтобы здесь не было табличек, до тех, кто просто приходит и выдергивает крест. Ну, как, собственно, и раньше. От тех, кто подписывал сотенные расстрельные протоколы, до тех, кто вез, выводил, ставил на край рва, нажимал курок непосредственно, дальше протоколировал где-то и так далее. То есть нечисть на всех уровнях. Нечисть от той, которую мы можем видеть в новостях, до той, с которой вы можете там с утра здороваться в вашей соседней квартире. Она кругом. Вот, ну что ж, давайте посмотрим немножечко захоронения. Все мы, разумеется, проходить не будем. Во-первых, все тут не найдены. Тут можно копать и копать. Во-вторых, ну вот они типовые. Давайте немножко пройдемся. Самое главное, друзья, для чего все это нужно? Помните об этих людях. Много раз уже об этом говорил. Помните. Во-первых, помните историю. Знаете историю такой, какая она есть. Мы заезжали сюда, спросили у местных. Не знают места. Да, где? Че, какой расстрельный полигон? Ну, тетки. Потом у мужчины спросили. Он провел. То есть, ну вот, люди стоят уже, в принципе, живут на краю расстрельного рва. Они ничего не знают. И такая слепота во времени. Не аукнется ли она слепотой в пространстве? Что ты будешь стоять на краю расстрельного рва и думать, как баран просто туда смотреть и думать, да нет, да нет, это ошибка. Великий, великий не может так. Нет, это ошибка. Были ведь такие, которые до конца верили, что Сталин не знает. Перегибы на местах и так далее. Так вот, вот такая вот недальнозоркость, она порой дорого стоит. Поэтому знайте просто, что такие места есть. Их огромное количество. Разумеется, по документам они все известны. Но они не открываются. Они открываются вот таким образом, чисто случайно. Там мальчик подглядел, через 60 лет рассказал. Через 50. То есть, все это известно, но не открывается. Это к вопросу там о распаде Советского Союза. Власть у власти, друзья. Ничего никуда не девалось. Ничего никуда не распадалось. И поэтому таких полигонов огромное множество. Стоит появиться политической волей. И, собственно, архивы подняли. Они будут в каждом регионе по нескольких штук. Но политической воли, сами понимаете, нет. Поэтому просто то, что они были. И помните этих людей. Здесь поименно практически никто не восстановлен. В отличие от, допустим, Сандармоха, других полигонов, Бутовского. Здесь поименных списков нет. Они есть в архивах. Несомненно, в архиве, скорее всего, ФСБ в Воронежской области хранятся. Но хранятся. Так вот, ну давайте пройдемся. Итак, первое захоронение. Здесь покоится прах 76 человек. Это братское захоронение, которое, ну, собственно, раскопали. Которое нашли. Первопопавшееся, судя по всему, я так понимаю, что копали подряд. Ну, давайте еще немножечко пройдемся. Вот здесь. Что тут? А, ну это здесь покоится прах 100 человек. Может быть, да, наверное, это вот это захоронение. Дальше вот видим захоронение. 31 человек. Вот очень интересный момент. Видите, крест, памятник. С годом, когда, собственно, было найдено захоронение. 34 человека. И вот здесь выдернут крест. 100% выдернут относительно недавно, потому что кресты свежие. Вот, собственно, когда говорят, что все это было давно, это неактуально. Понимаете, как оно производилось от низу до верху. Кто-то вел машину и руки связывал. А кто-то подписывал. На 100, на 200 человек. Так же и сейчас. Как я уже сказал. Кто-то не ставит таблички, чтобы найти невозможно было. А кто-то находит и кресты дергает. Так, идем дальше. Ну, собственно, все довольно-таки стереотипно. Покоится прах такого-то количества. 68 человек. Судя по всему, здесь не было расстрелянных рвов. Судя по всему, вот эти 68, что тут? 67. Видите, даже цифры схожие. Это по одному протоколу. Потому что, ну вот, на практике я с архивными протоколами работал. Ну да, примерно вот по одному протоколу столько исполняли. То есть это за раз. Вот привозили партию, в яму складывали, рядом копали вторую. 92. Вполне подпадает под один протокол. Протокол мог быть до 200. Так, идем дальше. Например, с тем же Блохиным он исполнял где-то по 200 человек. Из Вальтера. И, собственно, делал перед их. Читал журналы о лошадях. Любил лошадей человек. Вот именно выписывал. То есть ему позволялось выписывать откуда-то. Все-таки был передовик. 40 человек. Да, это по протоколам, скорее всего. Поэтому, я думаю, когда примерно копали, поняли логику. И просто тупо там на три шага копать сбоку. Не ошибешься. Так. 25. И да, видите, что нету дат. То есть это, очевидно, протоколы. Эти протоколы не могут не лежать в архиве. Даже если неизвестно, где какой закапывали, это можно восстановить по количеству людей. То есть, смотрите, вы берете просто количество черепов, да, найденных. И смотрите по протоколу. Там 37-34 можно восстановить. То есть, соответственно, вот если здесь вот сколько? 94, можно взять протокол 94 и всех их поименно восстановить. Но здесь даже нет даты. То есть, не дают. Раньше вообще, как эта штука делалась? Давались объявления. Вот здесь, видимо, какое-то большое захоронение. Давались объявления в газету. Те, кто этим занимался. Что, ну, по епархиям, как правило, эта церковь занималась. Если есть родственники, то напишите. Родственники писали, им подготавливали запросы. И уже по запросам родственникам предоставляли возможность ознакомиться с информацией. Очень ограниченную возможность. То есть, там половина дела будет зашита просто. И вот через родственников, которые были не против, мы их уговаривали, были не против размещения информации в базах, создавались базы. Вот так, например, восстановили, ну, большую часть Бутовского полигона. То есть, родственникам еще могут дать. Исследователям нет. Хотя гриф секретно снимается автоматом через 75 лет. Фигня это все. Нет и все. Родственник получает доступ, фотографирует и сам уже по своей воле отдает, ну, тем, кто исследованием занимался. Другого варианта нет. А теперь смотрите, родственник приходит и говорит, что дайте мне познакомиться. Ему дают знакомиться, там в деле будет только приговор приведен в исполнение. Где именно, это уже протоколы неконкретного человека. Это просто, ну, как бы, не знаю, отчетность. Протокол там расстреляно 57 человек, к примеру. То есть, это в деле не будет, где его расстреляли. Ответ дается, место захоронения утеряно за давностью лет. Стандартный ответ. На практике можно все восстановить по количеству людей. Фиг вам, кто это даст сделать. Кто-то, видимо, уверен, что их родственники здесь. Скорее всего, кресты поставлены, естественно, от балды по месту. Но уверены, что здесь. Так, я думал, что священник. Ну, нет, все-таки как-то у него застегнутый, по-моему, подрясник. Хотя не написано, что священник. Но это похоже очень на подрясник. Кто-то восстановил все-таки. Или как в Петрозаводске, в Красном Бору. То есть, знают, что в окрестностях Петрозаводска. Знают, что есть Красный Бор. Но догадываются, что таких Красных Боров там очень много было. Вот, даже реабилитирован есть. Не понимал, честно, вот не понимал людей, которые подписывают реабилитирован. Спасибо, товарищи. Спасибо. Вы шлепнули моего родственника. У меня как-то настроение было плохое. Ну, вы его реабилитировали, и все нормально. Зачем это писать? Кому эта реабилитация нужна? А ведь многие с ней носятся. Многие реально, когда куда-то пишут, что там, не знаю, пострадал, не знаю, в детдоме сидел. Жертву политрепрессии. Да, пишут, на это прям ссылаются. Реабилитирован, посмотрите, ведь реабилитирован. То есть, по сути, у тех же просят этой реабилитации признание какого-то, кто, собственно, расстреливал. Не понимал. И здесь такое писать, это жесть. Ну что ж, вот, собственно, заканчиваем, наверное, на этом прогулку. Вот здесь уже пошли кресты. Вот накопаны ямы. Я думаю, что копать можно открыто. То есть, приезжают, тут копают. Пожалуйста. Вроде бы их перезахоранивали куда-то. Ну, такой вот, по сравнению со всеми полигонами, на котором я был, ну, прям минимально обозначенный. Как бы круче только снести, если да не оставить. Тот же Сандармох все-таки, ну, там часовня стоит. К нему дорога подведена асфальтовая. Также вот в Сосновнике. И, кстати, здесь, видимо, не расстреливали чекисты своих. Здесь нету ни слепней, никаких клопов, там, ни комарья огромного количества. Там, где они расстреливали, очень много насекомых таких жестких. Где они своих расстреливали. Так, просто место массовых расстрелов и все. Ну что ж, давайте на этом заканчиваем. И едем дальше. А мест таких очень много, пишите в комментариях. Где еще в регионах, знаете, видите, даже я прошляпил. В 500 километрах от Москвы такое место. 12 тысяч человек, это не слабо. Это больше, чем Сандармох. Пишите, где есть такие места, снимайте их сами. Ну, друзья, не доеду я до какого-то Хабаровского края, наверное. Снимайте, присылайте сюжету, буду выкладывать. Тем более, прецедент уже есть. Вот, Камрад недавно прислал. Сюжет великолепный. В таком же духе и будет отлично. Помянем. Ну что ж, на этом все.